я вас приветствую мои дорогие львы и давайте с вами посмотрим прогноз на сентябрь сентябрь 2021 года прогноз от меня от галины прогноз таро и так мои хорошие сентябрь сентябрь интересный месяц достаточно там у нас в конце сентября будет ретроградный меркурий поэтому конечно же все важные дела лучше сделать в первых двух декадах сентября потому что мы знаем что на петроградном меркурии у нас в общем-то важные дела не делаются не планируем на это время и так и так львы сидят кстати я хочу сказать большое спасибо за ваши письма объясню сразу не буду отвечать отдельно на на письма по почте скажу сразу что задержала прогнозы потому что делала заготовки заготовки сезон заготовок у нас сейчас работа заготовки в общем-то как-то вот выкроила сейчас время сделать прогнозы на сентябрь мои хорошие но мне на самом деле очень приятно спасибо вам большое за интерес к каналу еще хочу сказать что на канале теперь будет у нас авторский прогноз ежедневный карта дня это будет называться нажимаете под видео на колокольчик чтобы быть в курсе будет приходить оповещение и вы будете понимать по карте как пройдет день и на что нам ориентироваться и так мои хорошие львы и сентябрь как всегда у нас три декады три карты и каждая карте еще по 2 мы смотрим настроение месяц одной карты мы будем смотреть на колоде 78 дверей многие знают эту колоду интересная колода и так поехали львы сентябрь первая декада вторая декада и третья декада но я хочу сказать что месяц будет достаточно успешным важным для львов для нас львы и потому что я тоже лев солнце по солнцу вот и резюмирую что будет какой-то кульминационный момент будет какие-то очень хорошее продвижение повышения но будет какое-то время когда нужно будет достигать чего-то двигаться только вперед ну и в общем-то понимание того что в жизни все хорошо все удалось и давайте обо всем по порядку первая карта у нас эта карта страшный суд эта карта у нас означает кульминацию это какая-то кульминация событий в жизни это знаете в карта нам советуют при каких-то событиях быть открытыми то есть прозрачные прозрачно себя как бы быть открытыми мы видим на карте многих людей а это нам говорит о том что в общем-то нужно в любой ситуации в первой декаде повторю быть открытым обстоятельством и тогда в общем-то у вас эта карта проиграется хорошо это знаете карта которая говорит время пришло то есть это решение каких-то застарелых проблем повторю это кульминация какая-то это вот может быть вы услышите кстати какую-то хорошую новость какое-то известие для тебя для себя услышите это тоже об этом говорит мы видим что здесь у нас такой ангел с и он на этой карте он не трубит вообще на других колодок изображено ангел трубит то есть какое-то известие услышать что-то это так решение старых проблем как я уже сказала да и эта карта нам говорит о том что нужно принять решение пришло время первая декада сентября принимайте для себя какое-то решение в отношении ну не знаю какой-то расклад общий поэтому ситуацию всех своя переоценка может быть у вас произойдет в первой декаде сентября какая-то переоценка события ситуации обстоятельства ну вот что-то будет такое в общем то в позитиве кстати это может быть брак может быть вы услышите предложение вам кто-то сделает мои хорошие до либо новостью рождение ребенка ну вот может менять жизнь даже вот кульминация вот это может менять жизни имеем это виду мы сейчас вытащим еще две карты еще две карты это у нас первая декада поездка какая-то и отдых и посмотрите что первая декада нам говорит о том что возможно вы будете планировать переезд возможно вы будете планировать поездку в отпуск по командировку поездку к родственникам вынужденную может быть даже поездку да может быть переезд на новое место жительства уже будете осуществлять либо вот вы разговаривать о нем да как то уже уже какие-то будут действия предприняты также первая декада у нас обращаем внимание на 4 число кстати 4 сентября 4 6 я бы сказала да и это говорит о том что может быть вам нужно отдохнуть первой декаде сентября какие-то вот выделите для себя дни 4 дня отдохнуть если вы вдруг себя плохо почувствуете в первой декаде то это очень недолгое такое недомогание это в пределах опять-таки повторю четырех дней до четверка мечей вторая декада вторая декада посмотрите какая интересная карта это у нас колесница то есть такая карта знаете эта карта нам говорит о том что только вперед это движение вперед кстати эта карта победы успеха это такая карта знаете которая говорит нам о том что вас могут назначить руководителем какого-то коллектива да может быть большого или небольшого но может быть вам верят именно руководство вожеправление вот мы видим да может быть какое-то повышение это но вы должны тогда зарекомендовать себя как в общем то что все это не зря вот быстрая адаптация к чему-либо до карта быстро то есть не останавливайтесь до совет от карты двигаться вперед карта приходит к успеху мои хорошие если мы будем двигаться если вы знаете вот по этой карте как раз таки нельзя останавливаться нельзя останавливаться даже для того чтобы подумать что вам сделать потому что я повторю покажу вторую сторону вечер сада мы видим дорога которая в общем бездну можно попасть если вы остановитесь то есть если вы не будете двигаться вперед вы возможно не скоро еще сможете оказаться на том уровне когда в общем то будет будет маячить перед вами вот какой-то такой грандиозный успех и продвижение так можно сказать но это расклад общий не индивидуальный поэтому в рамках общего раската вот то что говорю давайте мы сейчас еще две карты вытащим посмотрим ой сразу 2 2 сразу 2 и значит смотрите что у нас работа до продвижение по работе видимо у многих будет я хочу сказать что работы будет много работать будет возможно тяжело но нужно распределить работу чтобы не было так тяжело продумывайте как вам распределить не взваливайте на себя много дабы не надорваться вот такой совет от таро четверка динариев это говорит о том что будут какие-то деньги вам придут деньги видимо через работу через повышение но конечно же ключевая карта все-таки у нас это старший аркан колесница где в общем то вы можете получить повышение не забывайте об этом это у нас была 2 декада и 3 декада 3 декада мои дорогие львы у нас девятка кубков эта карта когда у нас в жизни все хорошо по этой карте мы знаете какое-то такое ощущение вот когда садишься и думаешь как у тебя все хорошо сейчас в жизни в данном периоде до его на всех фронтах и здоровье и достаток и в общем то какие-то проблемы решены ну вот замечательная карта тут не взять и не добавить и не в общем то когда карта такой как индикатор того что в жизни все удалось и давайте мы к ней все-таки еще две карты вытащим так жезлы жезлы будет быстро что-то меняться будет мужчина огненной стихии возможно сыграет какую-то важную роль в третьей декаде для вас мои дорогие львы хотя бы тоже огненная стихия это получается у нас огненная стихия это овен лев стрелец какой-то мужчина возможно мои дорогие девочки девушки дамы женщины которые ждут знакомства возможно вы встретите человека для себя до такого порывистого страстного и в общем то может быть вы познакомитесь для дальнейшего скажем так для дальнейшей создания пары так может случиться может быть это человек по работе может вас руководитель ваш либо коллега ваш тоже сыграет какую-то свою внесет лепту в третью декаду сентября для вас положительную но и семерка семерка жезлов это тоже знаете такая карта когда мы чего-то достигаем когда мы становимся на определенную ступенечку поднимаемся пусть небольшую но тем не менее посмотрите вся линия сентября у вас идет повышение кульминация продвижение продвижение много работы но и какие-то небольшие но все-таки деньги здесь есть но небольшие скажем так повторю вот так что мои хорошие львы я рада что сентябрь для нас проходит замечательно мне нравится то что я вижу вот ну и давайте будем отыгрывать сентябре все что мы услышали увидели и а сейчас посмотрим все таки настроение месяца одной картой на колоде 78 дверей что же нам скажет эта колода для львов сентябрь ох туз жезлов мои хорошие это такая карта знаете это победа это триумф это очень быстрое достижение каких-то целей в общем-то начало чего-то грандиозного то есть мы смотрите в сентябре можно что-то начинать для себя очень такое значимое кстати у нас 7 числа новолуние и новолуние для львов тоже очень-очень такое хорошее прогрессивное поэтому очень хорошо что-то начинать там можно заработать денег хороших поэтому мои хорошие у нас замечательный месяц мои дорогие львы с чем я вас и поздравляю на этом я закончу повторю что подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе ежедневных прогнозов карта дня но я прощаюсь с вами до следующих видео пока пока